МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темой сегодняшнего нашего публичного разговора выступает отношение права и компьютерных игр. Казалось бы, для людей, которые связаны с правовой наукой, юриспруденцией, вообще может показаться, как может что-то шутливое, забавное и несерьезное связано быть с таким прагматичным, формальным и сухим явлением права как регулятора. Оказывается, между ними достаточно серьезные параллели. Их сегодня, то, что называют условно геймстадис, это исследование культуры, связанной с компьютерными играми, показывает, что в действительности они достаточно серьезно пересекаются. Ну, во-первых, мы должны наверняка вспомнить очень интересную концепцию известного культурового-философа Хьюзинга, который говорил о том, что, в принципе, все явления культуры вокруг нас, они пронизаны игровым компонентом. То есть человек живет играючи, или можно сказать, что живет играя, по большому счету. И это в полной мере относится как раз и к правовой системе, и юридическим процедурам. В общем-то, когда мы наблюдаем традиционное правосудие, и как в российской версии, так, может быть, и иногда в таких ритуализированных формах, как, например, английское правосудие, когда оградевают мантию и даже парик, как это было издавна, мы говорим о том, что здесь присутствуют некие роли, есть выделенное пространство, в котором разорвать, вращивается какая-то полусвященная ритуальная процедура. Мы видим, что люди относятся к этому достаточно серьезно, хотя, в общем-то, для многих людей со стороны может показать, что это какой-то игровой процесс. То есть, безусловно, игровое присутствие даже в нашей системе правосудие. Во-вторых, очень важно понимать другое, что и право, и компьютерные игры, в общем-то, они предполагают систему формализованных правил. Игра без правил невозможна. Игра, которая нарушает правила, этой же игрой вымещается за пределы игрового пространства, уже таковым не является. То же самое и с правовой системой. То есть, прежде всего, во главе угла некая система формальных правил. Конечно, в компьютерном мире там играют роль правила технического еще уровня, потому что используются технические средства, которые моделируют какие-то процессы игровой механики. А про системы, конечно, это созданные нами правила человеческого поведения. Но есть еще очень интересная часть или срез, где они пересекаются. Это присутствие некой условности. Компьютерная игра формулирует для нас некий виртуальный мир, который создается в помощи технических средств, средствами нашего воображения. И правовая система, когда нам она предлагает видеть весь мир через какие-то правовые, ненастоящие, по сути дела, очки. Ну, например, говорит нам о том, что существуют юридические лица, как особая разновидность субъектов права. Но ведь мы же с ними нигде не встречаемся. Мы видим их только через документы, какие-то юридические споры, когда видим в документах подписи генерального директора какого-то юридического лица. Все равно перед нами то или иное физическое лицо человека. Или, например, как у нас закон сегодня говорит, и это многих вызывает иногда удивление, что космические суда признаются объектами недвижимости. Но они же на самом деле с Землей не тесно связаны, могут свободно перемещаться. А делаются для того, чтобы придать какой-то особый правовой режим государственной регистрации, охраны, прозрачности этих прав, которые необходимы в отношении этих объектов. Поэтому, как и компьютерные игры, мы видим некую виртуальную среду. То есть она создается нашим общественным сознанием, и мы в нем, в общем-то, тоже живем. Она во многом похожа с миром компьютерных игр. Ну и, наконец, очень важно еще видеть и другое. Сегодня компьютерные игры, они помимо, наверное, такого скептического отношения к какому-то явлению иногда порочного, потому что все сразу вспоминают геймера взмахмаченного, который сидит часами у приставки, или у персонального компьютера, и наблюдаем некие проявления патологической страсти. Но это для любой игры характерно, мы это понимаем. Конечно, здесь главный, наверное, вопрос, который адресуется для респруденции, как мы можем отреагировать на такое поведение, ведь оно аномально. Но на самом деле есть другой срез, о котором сейчас все чаще стали говорить, о том, что у компьютерных игр колоссальный потенциал с точки зрения пользователей, есть социальная полезность. Ведь есть примеры, когда с помощью игроков решали те или иные даже серьезные технические, математические задачи. Причем люди это делали не за какую-то плату, а делали это совершенно с энтузиазмом, собирая ресурсы на какой-то площадке краудфандинга, помогая бездольным людям. То есть через игру, оказывается, можно стимулировать социально полезному поведению. Опять же, почему так тянет? Ведь компьютерные игры, видимо, доставляют людям удовольствие. Не всегда мир внешне это дает. Мы понимаем прекрасно, что, видимо, игровое пространство дает ощущение счастья. Поэтому туда люди, видимо, и погружаются, уходят. Наконец, что наиболее, наверное, для респруденции значимо, есть несколько срезов компьютерных игр, которые значимы в правовом отношении. Понятно, что любая компьютерная игра это объект интеллектуальной собственности. Значит, у автора возникает комплекс каких-то исключительных, не исключительных прав на распоряжение этим объектом. Как минимум быть автором музыки, графики, может быть, технического кода, которые могут передаваться другим людям. И, в принципе, здесь есть широкое поле споров, когда те или иные игровые элементы на уровне даже кода начинают использоваться разными разработчиками. Это вызывает конфликты, в том числе рассматриваемые судами. Отдельный средств тоже очень значимый. Это, безусловно, киберспорт. Потому что сегодня это направление набирает не просто популярность, оно уже даже в России сегодня имеет легализацию. Вот есть сегодня по линии Министерства образования и науки России желание легализовать киберспортивную лигу, чтобы студенты активно вовлекались в эту разновидность спорта. Есть даже государственный стандарт подготовки сейчас киберспортсмена. Причем там очень интересно для многих людей требования, такие как связанные с физическим здоровьем. Многих это удивляет, но какое же там здоровье? Но на самом деле для игрока важно иметь возможность физически быть готовым к большим перегрузкам, потому что они серьезно тратят свои энергоресурсы на внимание, на ловкость, на способность быстро реагировать. Поэтому эти качества на самом деле важны. Ну и, наверное, самая интересная часть в соотношении права компьютерных игр это вопросы сейчас монетизации, формирования там экономической системы. Потому что в компьютерных играх часто происходят вполне реальные социальные интеракции. Люди, которые задействованы как игроки, они начинают получать те или иные, для них социально значимые, для, может быть, настоящего мира и не значимые вещи, но артефакты, которые они добывают, там, мечи, оружие, лутбоксы, они приобретают уже настоящую, невиртуальную социальную ценность. Мы знаем примеры в мировой сегодня практике, когда были случаи и кражи таких виртуальных объектов игроками, где это позволено. Мы видим ситуацию выставления этих объектов на аукционы за, причем, десятки миллионов долларов. И есть покупатели, которые это делают. И наблюдаем даже случаи, когда игроки спорят сегодня в судах относительно судьбы как раз этих объектов. Даже возникает нейтральный вопрос, а можно ли наследовать все то, что приобретено там в виртуальном пространстве. Сегодня правая система не знает на это ответа. То есть правая система должна искать сегодня в этом отношении какое-то практическое решение. Ну и, наверное, немаловажно последнее, о чем хотелось сказать. В виртуальном пространстве компьютерных игр сегодня мы наблюдаем колоссальный интерес разных пользователей. Видим, как набирают объем индустрии с точки зрения влияния на мировую экономику. Она исчисляется уже триллионами долларов. И просто не замечать процессов, которые происходят в этом секторе. Сегодня государством нельзя. Надо очень внимательно относиться к этой сфере. и выбирают ту или иную модель правовоздействия. Коллеги, которые в России работают, есть у меня петербургский профессор знакомый Архипов, который предлагает очень интересную модель разрешения конфликтов. Ведь как отделить, что там серьезное в игре, а что не серьезное? Вот у него есть многоступенчатая концепция. Он говорит, в первую очередь очень важно понимать. Игрок, который задействован, он понимает или не понимает серьезность того, что он делает, и насколько он оценивает то, что там разворачивается, как настоящую реальность. Если это присутствует, некое субъективное к этому отношению, то уже потенциальный конфликт может перейти в судебную плоскость и быть предметом как раз правового регулирования. Это то, что он называет магический круг права по аналогии с концепцией Хейзинга, который говорил, вот есть магический круг, который отделяет игру от всего реального серьезного мира. И то, что попадает в магический круг, это уже, в общем-то, дело серьезное и требует соответствующего социального внимания. Ну и, конечно, второй, наверное, критерий важна – это значимость предмета, который там имеет место быть. Потому что если вот этот предмет обладает некой валютной ценностью, в кавычках, да, социальной ценностью, то, безусловно, он может конфликтные отношения перевести в плоскость уже реальных взаимоотношений. Но есть примеры вот в Соединенных Штатах Америки, когда люди в социальной игре вступили в брак, а потом женщина разыскивала настоящего человека, партнера, который скрылся за аватаром вживую и пыталась его в судебном порядке понудить, заключить с ней брак. То есть, понятно, что здесь потеряна как раз серьезность и виртуальность, но вообще это вопрос на самом деле такой знаковый. Ну и, наконец, чем хотелось завершить, есть богатый потенциал компьютерных игр с точки зрения геймификации. То есть сегодня многие процессы можно запустить как игровые, создавать тем самым мотивацию для более активного поведения людей в образовании. Мы видим, как сегодня в менеджменте это делают. У нас даже в юриспруденции есть игровые формы обучения права, например, игровые судебные процессы, когда мы проигрываем ситуации с точки зрения возможных сценариев, обучаем студентов навыкам как раз публичного выступления, разрешения споров. Но вообще очень интересно направление еще в этом геймификации, когда в виртуальных мирах экспериментируются с реальными управленческими решениями. То есть когда тот или иной социальный институт вводится, игроки проходят несколько этапов использования этого института и оценивается эффективность. А уже потом, если этот институт оказался эффективным, его внедряют в реальную уже практику. Соединенные Штаты Америки, например, крупные корпорации, они активно экспериментируют. То есть они, начиная через эти игровые практики, вот я по Макдональдсу читал, они широко вот так используются по работе с персоналом. Причем нанимают консультантов, и они персонал высокого менеджмента, они обучают как раз игровым практикам. Задача, ну понятно, в их модели определить, какая экономическая модель наиболее будет приемлема для увеличения продаж, расширения сети. Наверное, тут загадка, она в общем-то простая. В игре люди не чувствуют принуждения, это деятельность свободная. Должно быть ощущение удовольствия. И вот игра придает таким ситуациям как раз мотивацию, а она дает соответствующие потом плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова